всем доброго времени суток сегодня хочу показать и рассказать про электронный выключатель собрал я трех вариантах не стал снимать полный процесс это выключатель на микросхеме и на реле печатный рисунок и электрическая схема немного поясню про схему мы видим на схеме конденсатор 900 нафарад можно припаять 1000 нафарад это как один микрофарад также видим на схеме сопротивление 120 килоом можно заменить на 100 килоом транзистор биполярный структура npn дед выпрямительный на 1 ампер кнопка без фиксации есть много разновидность кнопок это уже на ваш выбор где будет установлена плата гнездо для микросхемы микросхема не 555 отметка или углубление на микросхеме означает начало первый вывод рассмотрим второй вариант плата собрана на транзисторах биди 547 и биди 557 и если собрать на 2n 5551 схема не работает и наконец третий вариант здесь мы исключили реле заменив на транзистор все эти три варианта по этой схемы рабочие только разные потребления на этой схеме мы заменили на транзистор биди 912 исключили реле изначально собрал схему на макетном плате после как убедился что схема рабочие запаял детали на текстолите теперь будем выключать и выключать с помощью одной кнопки без фиксации а 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 где можно использовать эту плату практически на всех устройствах только необходимо отдельно подключить питание на 5 вольт через контакте реле не имеет значения какой ток потечет постоянный или переменной главное чтобы соответствовало по мощности здесь вместо электронной реле подключен биполярный транзистор мощностью 90 ватт и коллекторный ток 15 ампер но в ходе испытаний не следует превышать более 400 миллиампер противном случае транзистор необходимо установить на радиатор на этой плате все транзисторы схема работает экономично можно подключить пальчиковые аккумуляторы от 4 до 9 вольта с помощью мини кнопки можно включить и выключить устройство такую схему рекомендую установить на фонарик полярность нужно соблюдать подведем итоги первая схема можно применить если нагрузки большие вторую схему можно если нагрузки меньше 5 ватт последнюю схему можно устанавливать на фонариках так как он экономичен и потребляет очень мало ток при покое надеюсь вам понравилось не забудьте оценит и поставить лайк на этом все спасибо за просмотр! и Продолжение следует...